Здравствуйте, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же моряк, и это фокусы от моряка.ру Сегодня у нас с вами очередной обзор колоды. Сегодня у нас на очереди будет колода вот такая, вот что из Клавербэк. Данная колода не появилась бы на нашем обзоре без магазина 54 карт, за что им отдельное спасибо. Ну что ж, друзья, теперь давайте перейдем и посмотрим, что же такого в колоде Клавербэк. Итак, друзья, давайте посмотрим на эту интересную колоду, сейчас схожу я вам. Колода Choice Клавербэк. Choice выбор, Клавербэк, Клевербэк назад. Ну, сами слепите какое-нибудь название, по-моему, это просто выбор. Итак, Choice Клавербэк, это такая ярко-красная рубашечка, надпись Plank Cards белыми буквами, да, ну, собственно, здесь все в белом цвете выполнено. Здесь такое сверху как ромбик, изображение Клевера, надпись Выбор, Клавербэк. 52, 52 почему-то написано, ну, хотя по факту их также 54 с Джокерами. Покер-сайз, покерный размер. 52 Playing Cards, 52 Playing Cards. Вот так вот выглядит рубашка у этих карт, да, то есть вот такие вот Клеверы. И карты эти от Penguin Magic, от конторы, которую я лично очень-очень уважаю. Именно они выпустили также Honey Bee, одни из моих любимых карт. Итак, ну что ж, давайте откроем коробчонку. Здесь вот у нас такие вот полосочки, а на ярлычках, на язычках подковы на счастье 100%. Итак, давайте откроем. Внутри коробка белая, никаких там спрятанных приколов у нас нету. И как же выглядят карты? Вот таким вот образом выглядят Джокеры. Обратите внимание, здесь изображение Клевера, надпись Джокер, надпись Choice. Да, здесь то же самое, Джокер, надпись Choice. Ну и, собственно, надписи Made in USA. Такие вот Джокеры. Далее, вот такой вот пиковый туз. Еле-еле так просматривается. То есть, тоже прикольненько так выполнено, необычненько сделано. Далее. Шрифты здесь у нас не как на байсиклах стандартах, а как на краунах. Как на Black Crown, как на Blue Crown. И, собственно, изображение старших карт здесь точно такое же, как на краунах. Обратите внимание. То есть, они отличаются от тех, которые на стандартах. Далее. Бубновая мазь также немножечко видоизменена. Цвет такой же красный. Ну, а то есть, вот такие вот у нас валеты, дамы-короли, короли, дамы-валеты. И то же самое у нас черви. То есть, вот такие вот у нас изображения. Конечно же, здесь присутствует дабл-бэк-карта и еще один Джокер. Третий. Друзья, что касается, скажем так, ходовых качеств колоды. Давайте посмотрим. По качеству обалденно. Именно я имею в виду сейчас мягкость карт. Что мне еще нравится в колоде? То есть, я вот, например, делаю флориши. Они сильно не скользят. То есть, не вылетают, как бывает. Сказал так вот, просыпаются. Да, этого нет. Ну, скольжение, естественно, здесь хорошее. Естественно, без лишних вопросов выполняются наши привычные всем вееры, ленточки, перевороты. Естественно, хорошо ими тасовать. Да, то есть, тасуются они замечательно. То есть, друзья, что касается качества карт, они довольно-таки мягенькие. Да, недавно я, не так давно я делал обзор на колоду Orbit, тоже от 54 карт. Вот по качеству бумаги вот клеверы вот эти что-то вот походят на эти орбиты. Да, то есть, я когда взял их, прям вот начал тасовать, вот по качеству сразу вспомнил эти орбиты. То есть, мягенькие, приятненькие, приятно работать, хорошая цепкость, хорошо скользят. Да, все вот это вот наше дело. Итак, друзья, еще раз я благодарю от всей души магазин 54 карт за то, что подарил эту колоду нашему судну, за то, что он подогнал нашему каналу эти карты. И вы можете посмотреть. Ссылка, кому понравилась на эти карты, на 54 карт, я, конечно же, заставлю в описании к видео. Налетай, ребята, пока есть в наличии. Ну, а на связи с вами был Сергей Куликов, он же Моряк. И да, хранят вас Боги, моря и небес. Пока-пока.